Тамара Ивановна Белова стекла в окнах меняет, как перчатки. Не от хорошей жизни, по необходимости. Стоит случиться грозе или сильному ветру, жди неприятностей. Женщина даже переделала створки. Теперь они открываются внутрь квартиры, а не на улицу. Говорит, так целее будут. Обрезки аварийных веток женщина не могла добиться несколько лет. Чашу терпения переполнили темнота и незваные гости. Света нет, затеняет все. Появились клопы последние три года. Клопы, они летают, окна, видите, у нас все закрыты окна. Потому что невозможно. И дышать в квартире нечем, и открыть невозможно. Зеленым насаждением во дворе 109-го дома по улице Вольская не один десяток лет. Они давно превратились в джунгли. Но сухие ветки никто не обрезал, падали сами. Эта ветка весит несколько килограммов. Если она упадет кому-нибудь на окно, стекло непременно разобьется. Такое здесь происходило уже не раз. Со своей проблемой жители обратились в общественный совет микрорайона и сразу же получили отклик. На место приехала бригада рабочих и спилила аварийные ветки. Еще один наболевший вопрос, который решается не столь быстро, проблемы ЖКХ. Очень много домов, находящихся в аварийной ситуации. Очень много домов из них подлежат сносу, расселению. Много мест, где происходит самовозгорание, где расселяются бомжи. Дома без окон, без дверей. Лучше слышать жителей стало возможным благодаря реформе местного самоуправления, которое сейчас реализуется в Самаре. 13 сентября на выборах в районные советы депутатов жителям предстоит сформировать команду созидания, которая станет для них опорой и поддержкой. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.